Традиционная ежегодная прямая линия губернатора Хабаровского края прошла накануне. В течение полутора часов в главе региона задавали более 30 вопросов. Журналистов и жителей края волновало обновление общественного транспорта, уборка снега, строительство жилья. Подробности в репортаже Анастасии Привецкой. Ежегодная прямая линия губернатора прошла уже в седьмой раз. Она транслировалась на четырех телеканалах, в радиоэфире и в социальных сетях. Один из наболевших вопросов – уборка снега. Несмотря на то, что Хабаровск нуждается в новой спецтехнике, алгоритм действий в «Циклон» уже разработан. Мы привлекаем дополнительно подрядные организации. Сегодня заключено дополнительно 9 договоров с 9 подрядными организациями, которые работают также практически в круглосуточном режиме. Я попрошу вас вместе с депутатами городской думы заранее готовить, заключать договора, закладывать средства, покупать технику в лизинг. Благо, такие возможности есть. Журналистов волновала реализация госпрограмм, за счет которых в регионе строится много крупных объектов. В дополнение к нацпроектам в крае с 2018 года работает президентская субсидия. На федеральные средства уже построены два спорткомплекса в Комсомольске, реализуется программа «Тысяча дворов». В следующем году в рамках субсидии региону будет выделено больше 3 миллиардов рублей. На них построят туберкулезный диспансер в Хабаровске, больницу в Николаевске, а также коммунальную инфраструктуру на территории школы ДСААФ. Там появится жилмассив по программе «Дальневосточный квартал», где 35% квартир предоставят социальным категориям граждан. Может быть, застройщик бы это все в цену, квадратного метра включил, цена бы выросла. А здесь государство идет навстречу. Такой уникальный механизм придуман Минвосток России и нашим правительством. В ходе онлайн-включения глава региона ответил более чем на 30 вопросов. Они касались подключения центрального водоснабжения в селе Троицком на Найского района, обновления общественного транспорта. В следующем году в Хабаровске запустят новые электрички, трамваи, троллейбусы и автобусы на пригородные маршруты. Есть интерес и к турнаправлениям, например, на Шантарские острова. В следующем году планируется субсидирование этого тура. Путевки жители смогут приобретать в туристическом информационном центре, который откроют в здании Амурского утеса. Будет ограничено количество путевок на Шантары не потому, что нам так хочется, а потому, что ограничение посещения заповедных зон. Но вот сколько человек они разрешат там побывать, столько путевок продадут операторы, а мы будем субсидировать. Всего во время прямой линии поступило свыше 2000 сообщений и более 500 звонков. Все они в ближайшее время будут отработаны профильными министерствами и ведомствами. Также в ходе прямой линии Михаил Дегтярев запустил краевую акцию «Елка желаний». Дети попросили самокат, батут и осуществить большую мечту – поплавать вместе с дельфинами.